Продолжение следует... Говорить мы будем сегодня об интернете, о том мире, в котором каждый из вас существует каждый божий день. Среди наших спикеров и гостей люди, которые, в общем-то, создают для нас с вами интернет таким, чтобы мы хотели туда каждый день заходить. И мы постараемся узнать, как же они его создают, зачем они это делают, как мы можем защищать новые направления, которые появляются в интернете, как мы можем на этом зарабатывать. Я позволю себе представить моего самодератора Мартина Рола. Мартин является владельцем компании, одноименной компании. Он эксперт с 25-летним стажем. Он разрабатывает стратегии для крупнейших компаний из топ-100 из списка Forbes. Он нам поможет разобраться, как блогерам и как в интернете вообще можно достичь уровня Forbes. Начну со следующего. Почему я так много уделяю сейчас внимания тому, что можно в интернете заработать? Не так давно Беккер и МакКинзи провели большое исследование по рынку интеллектуальной собственности. В частности, они выделили ряд объектов, которые сейчас не подпадают ни под какое регулирование. То есть мы живем с ними каждый день, но фактически они никак не зарегистрированы нигде. К таким объектам они причислили, в частности, даже подгляжу, позволю себе. В частности, права на образы и изображения человека, биометрические данные, музейные ценности, спортивную символику и, самое главное и самое актуальное для нашей сессии, аккаунты и контент в социальных сетях. Выводом исследования был такой, что сегодня технологии создают новый мир. И этот новый мир нам предстоит каким-то образом защищать. Я забегу, на самом деле, вперед, потому что мы с коллегами, с некоторыми, переговорили до сессии, и они меня просто на другую мысль натолкнули. А нужно ли их, на самом деле, защищать? То есть не получим ли мы нового большого брата? И нужно ли, на самом деле, на них зарабатывать? Но я сейчас передам слово Мартину, который как раз считает, что все, что касается интернета и аккаунтов в социальных сетях, и того контента, который там создается, это, на самом деле, пролог для создания полноценных персональных брендов. Мартин. Большое спасибо, Евгения. Большое спасибо, IP-форум, за приглашение меня сюда. К сожалению, мой русский в несуществующем состоянии, поэтому я, скорее всего, буду говорить на английском. Как вы уже слышали от Евгения, я бренд-консультант и менеджер-консультант. Я работаю последние 20 лет своей карьеры с брендами. И когда вы работаете с брендами, вы должны спросить себя вообще, что это такое, что это обозначает, что каков функциональный аспект этого бренда, вы лучше, вы быстрее, вы нечто, что другие люди еще не знают, у вас есть доступ к информации, к которому у других его нет. И поэтому именно люди хотят покупать ваш бренд, и поэтому вы хотите владеть этим брендом, и он гораздо более функционален. Но в то же самое время, причина, почему... Посмотрите-ка на свой мобильный телефон, сколько у вас Эпплов? У кого есть Эппл? Ага, Самсунг. У кого есть Самсунг? Хуайвей из Китая? Может быть, есть. Они появляют, они все больше завоевывают рынок. Но причина, почему вы покупаете этот телефон, это потому, что это лучший телефон, наверное, да? Или почему вы хотите Эппл? Эппл, он лучше, чем Самсунг? Кто знает? Эппл лучше, чем Самсунг? Это потому, что аудитория решает. То есть это не только качество бренда, это еще и эмоциональный аспект. Просто потому, что нам нравится это. Просто я идентифицирую себя с этим брендом, и я верю, что мой бренд лучше, чем другой бренд. На самом деле он может быть и не лучше, но просто он дает мне лучшее ощущение, я лучше чувствую себя. Да, я выше в своих глазах. Некоторые бренды бывают очень громкими, а некоторые бренды бывают очень экстравагантными. Вы не узнаете бренда моего, собственно, вы не знаете бренда моего костюма. Это Dolce & Gabbana? Это Босс или это Армани, или это просто сшитый для меня непосредственно костюм где-нибудь в Бангкоге? Может быть. Но самое важное, это то, что я чувствую в отношении к бренду. И, конечно, вы многие видели бренды. На прошлой неделе я был в Копенгагене, сейчас я в России. И я везде вижу бренды, но если мы приблизимся к более личному пространству, то я могу сказать, что я работал со многими брендами. И я видел очень старые бренды, и я видел новые бренды. Но многие из них одинаковые. Но когда вы ускоряете или когда вы укрепляете бренд, то вы должны понять, в чем его лидерство. И каким образом блогер может тоже стать брендом? То есть вы должны сказать что-то, что создает лидерство, что нечто, за чем будут следовать, когда вы развиваете этот бренд. То есть вы подумайте о своей любви, подумайте о своем партнере, подумайте об отношениях. И вы же не говорите, пожалуйста, люби меня. Вы встречаете человека, вы чувствуете, что у вас возникает связь, и поэтому вы любите человека. Это то же самое, что происходит, когда вы встречаете свой бренд. Каким образом возникает влияние бренда? Бренд должен быть аутентичным, и он должен быть понятным, он должен быть быстрым, он должен существовать в реальном времени. То есть он должен отражать настоящее время. Вы не будете, наверное, вы не будете выбирать, не выберете то, что существовало 5-10 лет тому назад. А вы выберете, наверное, то, что существует сейчас в режиме онлайн, то существует быстро и так далее. И каждый в мире хотя бы один раз видел это. И таким образом, что же за тонкости в этом, какие тонкости в этом существуют? И я хотел бы вынести на обсуждение несколько вопросов, но в первую очередь, я думаю, что вы каждый должны вносить свой вклад в существование бренда. То есть вы же не любите, то есть не просите кого-то любить вас. Вы же что такое наследие бренда? Что такое наследие вообще? Наследие, например, это старый бренд водки в России. Есть наследие? Есть. Аэрофлот? Есть наследие у него? Есть, конечно. У Эппла есть наследие? Есть. То есть многие бренды имеют свое определенное наследие, которое они дальше проносят через многие годы. Каким образом вы выстраиваете вот это наследие? В общем-то, вряд ли это относится непосредственно к территории деятельности бренда, потому что многие бренды делают одно и то же, как, например, Apple или Huawei. Но это, скорее всего, относится к контенту, к тому, что вкладывается в бренд. Итак, о чем вы думаете? Вы думаете о канале, каким образом информация переносится, каким образом, какая платформа существует, на какой платформе существует бренд, либо это YouTube, это еще какая-нибудь другая платформа. Я вчера читал информацию о шведском геймере, который полностью перестал появляться на YouTube. Он перестал появляться на YouTube, потому что, ну, просто ему не захотелось. У него были тысячи подписчиков, но он решил, что он больше не будет появляться на YouTube, потому что он решил открыть новый канал, он решил перейти на новую платформу, просто потому что она показалась ему более интересным, и он не хотел больше приносить доход YouTube. Итак, если вы хотите быть собой, вы хотите развивать свой бренд, вы должны быть аутентичными, вы должны быстро появляться, часто появляться, и вы должны развивать вот это свое наследие. То есть иногда мы живем в каком-то конкретном моменте времени, мы не всегда оглядываемся назад, мы не всегда разделяем те же самые убеждения, которые были у нас день назад, два назад, там, пять лет назад. Поэтому для того, чтобы действительно быть таким многообещающим, мы должны понимать, что такое скорость, мы должны понимать, что такое реальное время, то есть мы должны развивать это понимание и это понятие. И мы должны понимать, какие преимущества мы от этого получим. То есть вы должны понимать, каким образом вы выйдете на публику, вы выйдете к людям, потому что какова цена вашего бренда, если его никто не знает. Вы должны быть инновационными, вы должны быть новаторами, потому что любой бренд, который бы вы упомянули, они все инноваторы. И так вы должны быть личностью, вы должны быть человеком значимым или заметным вот в этом цифровом пространстве. Но в это же самое время вы должны учитывать гораздо более, так скажем, брутальный элемент, который имеет значение у молодого поколения, которое и представляет из себя потребителей, в основном потребителей брендов. Каким образом вы должны спросить себя, каким образом вы должны развивать себя, свой бренд с точки зрения истории, рассказывания вашей собственной истории. То есть сейчас это гораздо сложнее, потому что у нас так много элементов, так много людей, которые влияют на вот это коллективное создание истории, что вы не можете сказать, что это улица с односторонним движением, что это вклад только одного человека. Мы живем в виртуальном мире, мы живем в мире реального времени, и поэтому история создается не одним человеком, а многими, многими, многими. То есть если я, например, специалист по продуктам питания, специалист в авиации, специалист по еще чего-нибудь, то это не значит, что я буду единственным, кто создает мою историю. Это моя история будет испытывать воздействие со стороны многих элементов. То есть сейчас все движется гораздо быстрее, и гораздо как бы сейчас испытывает влияние многих других каналов по сравнению с несколькими годами назад. Мы сейчас принадлежим к какому-либо племени, как, собственно говоря, и раньше мы принадлежали к племенам. Только к какому племени мы принадлежим, нужно определиться с этим, и надо определиться с тем, какой именно бренд мы создаем, то есть в каком пространстве он существует. То есть мы должны понимать, насколько люди, которые потребляют наш бренд, готовы потреблять этот контент. Итак, я хотел бы вам просто дать свое представление со своей точки зрения. И я работал с очень многими брендами, с руководителями многих компаний. Я работал с компаниями. И иногда руководители компаний, они вообще не очень-то хотят выходить в такое, скажем, более открытое пространство. Они не очень любят общаться с аудиторией. А я им всегда говорил, что это именно то, что вы должны делать, выходить к аудитории и общаться. Ну, раз мы заговорили про личные бренды и про то, зачем вообще все это создается, я хочу спросить у Евгения Онегина, креативного директора Дивика и видеоблогера. А зачем вообще вам все это нужно? Как вы до такой жизни дошли? Давайте так, зачем вообще вы вышли в интернет и стали создавать вокруг себя, своего имени, некое пространство? Какая цель? Цель все-таки создать что? Смотрите, я в первую очередь креативный директор. Я человек все-таки больше закадровый. Я работаю с блогерами, и, естественно, у каждого блогера своя цель выхода в публичное пространство. Что касается конкретно меня, то глупо отрицать, что YouTube и, в принципе, сейчас эпоха нью-медиа. Медиа совершенно по новым правилам, медиа совершенно в новом формате существующем, когда, если раньше человек, персона мало что из себя представлял, пока не сделает определенную карьеру, не наработает определенный авторитет в определенных узких кругах, то сегодня по-настоящему интересный человек, харизматичный, может превратиться в лидера мнений. И это, конечно, огромное пространство для импровизации, для самореализации. Что касается меня, как креативного директора компании, которая занимается созданием блогов, то, естественно, это бизнес. Мы создаем различные шоу, мы создаем различные проекты, в том числе лицами которых являются блогеры, чтобы привлекать туда аудиторию, ну и потом уже по всем правилам медиа продавать рекламу и так далее. То есть целей здесь очень много. Здесь мы разговариваем в новом формате, на новом языке, формируем новую информационную среду и ведем новый бизнес. Хорошо, тогда уточнюсь. Вот имея средства, достаточно большой и опыт работы с блогерами, как Вы думаете, все-таки, что ими руководствуется? Это желание стать популярными, быть услышанными или все-таки просто бизнес-расчет? По-разному. Совершенно по-разному. Очень сложно, точнее, не сложно, а невозможно абсолютно всех под какую-то гребенку выровнять, потому что кто-то, естественно, идет торговать своим лицом и им движет исключительно нарциссизм. Но, к счастью, YouTube, если мы говорим про YouTube, это очень высокая конкурентная среда. Человек, заходя в тот или иной формат, сталкивается с огромной конкуренцией, и он не защищен от нее никак и ничем, и даже если он сам делает свой контент, либо же его поддерживает какая-то компания, конкуренция есть, конкуренция серьезная. Соответственно, если человеку нечего рассказывать, и все сводится к нарциссизму, то долго такой контент не живет, и человек не живет. Есть редкие исключения. Многие люди выходят, чтобы транслировать свои идеи, взгляды. Кто-то приходит откровенно, чтобы зарабатывать. Я вашему коллеге задам вопрос, на самом деле. Артем Шалимов, YouTube-блогер. Да, у меня к вам такой же вопрос. Хорошо, а вы чем руководствовались, когда становились видеоблогером? Чего хотелось? В первую очередь, наверное, это попробовать свои силы на новой платформе, потому что в основном я уже 10 лет работаю на телевидении, как за кадром, так и в кадре. Ну и основная моя деятельность, это, конечно, каналы Муз-ТВ. Но время меняется, время идет, и нужно идти в ногу со временем. Поэтому захотелось сделать какое-то свое параллельное шоу на YouTube. А, не так, наверное, слышно. Захотелось сделать какое-то свое шоу на YouTube, чтобы завоевывать новую аудиторию, потому что сейчас в основном любого человека, особенно медийного, если мы говорим про медиа, то, конечно же, все оценивают по его аудитории, по количеству подписчиков. И здесь можно говорить не только о YouTube, но и о Twitter, и Instagram. Через каждый канал ты должен транслировать свое мнение миру. Если ты хочешь бороться за правду и продвигать какую-то свою идею, пожалуйста. Если нет, то зарабатывай деньги на рекламе, также на любых платформах. Хорошо. А вы когда-нибудь сталкивались со случаями, когда создаваемое вами кто-то, по вашим ощущениям, украл? Нет. Дело даже не в том, что, может быть, какие-то идеи, то, что я видел отражение некоторых идей у других, может быть, блогеров. Да, безусловно. Но я не вижу в эпоху интернета в этом никакой проблемы. То есть я не могу сказать, что у меня украли какую-то мою интеллектуальную собственность, потому что настолько много различных блогов, выпусков на самые различные темы. Вот я, например, на Ютьюбе занимаюсь пранками, розыгрышами. Мы, по сути, все эти идеи, они лежат на поверхности, и мы просто каждый человек их трансформирует, как он видит и как хочет. И здесь это очень тонкая грань, например, сказать. Вот я разыграл, например, Филиппа Киркорова, а какой-то там другой автор 10 лет назад тоже его разыграл. Это что, я у него идею своровал? Или, ну, идея, наверное, только если я идею сворую там у кого-то или подсмотрю, но я ее всегда в своем блоге смогу показать по-своему. И мне кажется, что это как раз наоборот такой двигатель и самый главный движок нового времени, когда ты можешь за кем-то, да, действительно повторить, может быть, показать это по-своему. И кто знает, может быть, это у тебя получится намного лучше. А теперь можно я спрошу Михаила Орлова, создателя Карамбо ТВ? Одного из создателей. Одного из создателей Карамбо ТВ, как он относится к тому, что в интернете контент можно и нужно пародировать? И, в общем-то, это открытое пространство. Защищать там можно, наверное, и не нужно ничего. Так, мне кажется, сюда нужно отвечать. Вот маленький тонкий микрофон. Ничего мне, в принципе, хватит. Слушайте, мы когда делали Карамбо ТВ, вот про все вот это пиратство, которое мы сейчас обсуждаемся, вот на секциях огромного количества, разговора практически не было. Вот у нас первый флагманский проект был «Плюс 100-500». И мы вот его выпускаем в интернет, новый выпуск, и он на всех пиратских сайтах, которых возможно. Вот только можно представить, вот душе угодно. И мы такие, что с этим делать-то, а? Черт возьми, ну то есть вот ситуация, тебя пиратят все пираты, которые только могут тебя пиратить. Как в этой ситуации быть? И мы сидим и думаем. Знаете, что мы сделали? Мы сделали очень простую вещь. Мы просто везде зашили логотип Карамбо ТВ, сделали еще заставку. Карамбо ТВ представляет. Знаете, что? Через месяц посещаемость сайта Карамбо ТВ стала 50 тысяч человек. Спустя месяц после запуска. Вот все переживают. Как же мне себя защитить? Почему не сделать так, чтобы пираты работали на вас? Это же офигенно. Тысячи, миллионы просмотров, которые работают только на тебя. Пусть они обрезают. Все равно логотип Карамбо ТВ.ру будет висеть где-то там. Через три месяца… Нет, сейчас вру. Пять. Ну, моя память мне может, конечно, изменять. Короче, у нас было уже 150 тысяч человек на сайте. Ежемесячных уников. Ежедневно. 150 тысяч человек. Я в душе не мог представить. Я до этого никогда не занимался никаким бизнесом, ничего не умел управлять. И, в принципе, из меня менеджер так себе. 150 тысяч уников в сутки. Это приблизительно 2 миллиона человек в месяц. Просто за счет того, что ты сделал брендирование YouTube контента, и все это увидели. И пираты нам очень сильно помогли. Вопрос в том, чтобы… Тебя копируют, твои форматы копируют. На самом деле же, если мы говорим про авторские права… Я еще, кстати, потом подготовил презентацию, потом могу показать. Если тебя копируют, это хорошо. Почему нет? Значит, твой контент реально классный и замечательный. Вопрос в том, как с этим контентом взаимодействовать. Какой месседж донести людям? У нас месседж был простой. Идите к нам на сайт. А если вы не хотите на сайт заходить, смотрите нас в соцсетях. Мы там тоже выкладываем. Мы не стали идти путем крупных площадок. Мы весь контент идем только к себе. Чуть потом мы начали. Года через 2 или 3. Для того, чтобы у нас с плеера больше денег приходило. Но в целом первоначальная стратегия была очень простая. Мы встаем, куда мы можем. Наш формат классно работает. И мы будем придумывать новый формат. Прекрасно. Мы начали брендировать весь контент, который мы производим. Либо производят наши друзья, партнеры, блогеры. Простым ватермарком. Сработало офигенно. Я преподаю в московской школе кино. Курс по Нью-Медиа сделали. Мы тоже с ребятами. Классный, кстати. А сейчас была непрямая реклама. Да, непрямая реклама. Почему нет? Это же нативочка. Я уже чувствую, что ватермарк приплывает. Ватермарк приплывает. Почему нет? Почему каждое действие не сделать таким, чтобы оно было интересным и захотело нативочка кому угодно? Так вот. Я уже потерял мысль, кстати, после этого. Все люди, которые участвовали над проектом, над работой, они все вносили вклад в общее дело. Мы можем использовать пиратов, людей, которые хотят с нами сотрудничать, для того, чтобы получить определенные результаты. И вот когда у нас возникает какая-то понятная экономика, потому что в 2011 году, когда мы это все начинали, этого всего не было. То есть когда мы пришли в первое агентство, сказали, смотрите, какие мы классные, у нас миллион просмотров на ролик. Они сказали, ребята, да вы что, с ума сошли? Да вот через полгода вас закроют, вы вообще не будете никем. Интернет – это все несерьезно. Это буквально через месяц, может быть, проект 100500 получит 10 миллионов подписчиков. Мы наденем корону какую-нибудь платиновую, не знаю, или запустим новый формат, про который могу чуть позже рассказать. Нативненько. Тогда, я опять нативочка, кстати, но тогда вообще в видеоблогинг, в видеоблогинг, как таковой, никто не верил. То есть это была абсолютно новая история, которая непонятна. Инфлюенс-маркетинг, который там сейчас все обсуждают, что это такое, почему за это нужно платить много денег, был никому непонятен. Расскажу смешную историю. Один из выпусков плюс 100500, Макс надевает в бейсболку Nike. В какой-то момент, буквально через месяц полмосквы ходит в бейсболках Nike. Случайно, мы не хотели. Потом уже пошли исследования, на самом деле, что драйверы мнений и прочее, они влияют на наши покупки. Действительно, это все работает. И блогеры во многом сейчас определяют жизнь обычных ребят. Потому что, ну где еще посмотреть, как живут классные парни или ребята. Я приведу простой пример. Знаете, короче, есть типа... Я могу закончить в целом, но... Нет, нам очень всем нравится продолжить. Очень любопытная история. Вот. Вы же смотрели... Наверняка у вас кого-то из вас есть дети, да? Вы же смотрели детский YouTube, как там смотрит мистер Кэти, мистер Макс. Это же зашибись. Несколько миллионов просмотров на ролик. Мы такие думаем, ничего себе, дети смотрят столько контента. Ну, то есть столько детей смотрят контента. А вот ничего себе. Дети по 10 раз могут пересмотреть любимый ролик. Как мистер Макс играется с новой игрушкой. И, ну, то есть вот когда начинаешь задумываться, а как это происходит. Ученые, на самом деле, уже провели исследование. И переживания виртуальные о том, как ты играешь с виртуальной игрушкой для ребенка, они такие же настоящие, как если бы он играл сам. А теперь задумываемся. Мы смотрим за огромное количество инстаграм-звезд, блогеров и прочее, как они живут интересной новой жизнью. Например, дневник Хача. И вот человек где-нибудь из Пензы, он смотрит, думает, господи, я могу окунуться в тот самый мир, который мне не дано прожить. Вот так-то, если задуматься, мы там в 30, 40 нам лет, 20 по-разному, да, переживаем через видеоблогеров те же самые эмоции, те же самые состояния, которые испытывают наши дети, просматривая детский контент. Удивительно и любопытно. Задумайтесь. Можно я дополню буквально еще пару слов? Вернусь к авторскому праву. Мы понимаем, что коллеги из Карамбы, желая или не желая того, внесли весомый вклад в развитие видеоконтента в России. И, ну, будем честными, если мы говорим об авторском праве, формат существовал на Западе. Формат, в принципе, основан на том, что… Нет, это ни в коем случае не в пику… Евгений, вы украли мой вопрос, но давайте. Это ни в коем случае не в пику, коллеги. Контент, а, ну, формат существовал уже до. Более того, контент, в принципе, основан на чужом контенте, найденном, интересном и показанном в новом свете. И если рассматривать это с точки зрения авторского права, то, наверное, это как-то не очень правильно. Очень правильно. Я согласен, что это правильно, но… Я даже могу прокомментировать, ну ладно. Закончу, да. С одной стороны, это может показаться, что это не очень правильно, вот так сформулировать. А с другой стороны, ну, коллеги действительно стояли у истоков инфлюенс-маркетинга, и где бы мы сейчас были, если бы нельзя было это попробовать, нельзя было так сделать, нельзя было туда пойти, и мы бы сейчас примерно там же и были. Вообще, я кажется, теперь ветеран почти. Да? Да. Позвольте мне задавать вопрос. За Михаила, да, во всем авторском праве указано, что критика и обзор, использование чужих объектов реального права для критики и обзора не является воровством. Поэтому в чем вопрос ваш? Вопрос в том, что если человеку… Вопрос в том, что если человеку, чей контент использован, не покажется это критикой или обзором, или более того, контент будет найден на персональной его странице где-то без должной галочки, если мы говорим про совершенно разные ресурсы, не только YouTube, то это может светить исками самыми разными. Ой, я сейчас, кстати, могу рассказать про исков. Да, наверняка этих исков было очень много. Да, можно я сейчас передам слово коммерческому директору компании НРИС, который защищает авторский контент? Ништяк. А мы посмотрим. Всем здравствуйте. Михаил, с вашего позволения, я все-таки сидя. Вы говорите о формате, когда у вас достаточно низкие затраты на контент. И это понятно. Ну, потратили рубль… Я здесь уже не соглашусь, но в целом. Сейчас получили, я имею в виду на старте, потратили рубль, за этот рубль сделали хороший контент, разместили его максимально в сети и получили рекламный бюджет, по который просто репостом и ватермарком вы получили там, ну, не знаю, на 10 рублей. Окей, без проблем. Выучит очень громко, я потом, конечно, прокомментирую. Я говорю, что это, ну, я не упираю сейчас на цифры, я про другое. Пример. Компания HBO, да, я так представляю прямо, как один из главных героев, там, Старк, не знаю, вытаскивает меч, и у него на мече, значит, ну, крупными буквами Карамба ТВ. Ну, то есть, ну, это же… Ну, это же не так монетизируется, да, то есть, HBO потратил там 15 миллионов долларов на съемку одной серии. Когда мы говорим о низких затратах на производство контента, это становится актуальным. Когда вы тратите большое количество ресурсов, когда вы нанимаете лучших сценаристов. Окей, когда вы используете это на старте, это возможно, вы получаете отбивку назад рекламой, когда вы позволяете, ну, на условиях open license все это выкладывать. А когда вы тратите изначально большое количество денег на производство контента, и рынок, он ограничен, то есть, ну, люди могут два-три раза пересмотреть, наверное, любимую серию, люди же не дети и обладают неким дефицитным времени, ну, я имею в виду более взрослые, то монетизация по рекламной модели, она снижается. Поэтому, если вы нанимаете дорогого сценариста, то вы уже заинтересованы не только в получении рекламы, да, собственного портала, но и прямых доходов продажи от рекламы на своем канале, да, то есть, вы переходите к другой системе монетизации. И когда мы говорим о том контенте, который надо защищать, мы сейчас, то есть, по качеству видеоблогов, да, видеоблоги по своему качеству становятся более дорогие в производстве, всегда, да, более качественный контент, как правило, он требует больших затрат на входе. И поэтому, говоря о том, что новые медиа и open license, это круто, но, ребята, давайте все-таки смотреть, ну, не знаю, на два года, три года вперед, когда вы будете производить хороший, дорогой, качественный контент, вам понадобится защита. А ваши пользователи, они привыкнут к тому, что все можно получать на условиях open license. Учит, как product placement сейчас, как бы с перспективой. Одна из бизнес-моделей. Тоже нативочка. Open license, да. Соответственно, мы говорим о том, что давайте попробуем все-таки, вы как opinion-мейкеры, может быть, имеет смысл говорить о том, что, ребята, нам стоит формировать культуру, ну, например, защиты для молодых блогеров. Может быть, нам стоит приучать потребителя к тому, что за авторский контент надо платить, а есть не только модели с монетизацией путем размещения рекламы в блогах. У меня там даже целый блок в презентации про эту часть. Здесь, на самом деле, извините, пожалуйста, здесь порядка пяти вопросов различных. Я просто не знаю, на какой из них вначале отвечать, помимо того, что в целом надо быть классными и за права, да. Ну, что скажу. Первая история. Karamba TV продана в STS Media. Я больше не являюсь акционером этой компании. Вот сейчас есть другая компания, называется Michael Hawk в честь имени себя. Но это как бы другая история. Да, да. Ну, а не то чтобы какой-то продакт-плейсмент, просто название ООО. Я занимаюсь, да, действительно, я сейчас занимаюсь тем, что снова произвожу для телеканала ЧЕ-100500, телевизионный формат. Довольно успешно все это идет. Но что я могу сказать? С точки зрения действительно правобладания очень много подвижек произошло за последние годы. Действительно, наконец-то, наконец-то права, по крайней мере, крупных компаний начали защищаться. Вообще, в целом, там есть история такая на Ютьюбе DMCA, по-моему, как-то так называется. Вот я дословно до буквы не помню. Вот. Система защиты там. Там система Content ID. Но есть как бы юридическая часть, называют, ну, как правовая часть американской соглашения DMCA, которая за последние годы была сильно переработана. А действует ли оно в России? Оно действует в целом по всему миру. Ютьюб как бы действует в рамках этого соглашения. И по России, если какая-нибудь компания, допустим, посчитает, что, допустим, проектом 100-500 или какой-то другой нарушили их авторские права, они вполне себе могут отправить страйки на канал, и канал будет уничтожен, удален. У нас такое было. Действительно, был такой пример. Мы когда-то начинали. Ну, то есть, действительно, блогеры у нас, крылья такие, нам Ютьюб обещает, сумасшедшие доходы от видеорекламы, конечно, которые оказались не сумасшедшими. Вот. Но смешно было вот в чем. Есть такая байка на телеке, что если ты используешь 10 секунд фрагмента какого-нибудь видео или аудио, то, короче, тебя не возьмут за жабры. Мы все ее знаем. Да, все про эту байку слышали, она и ходит из уст в уста. Так вот, в какой-то момент, я не помню, какой это был год, из БАР-рекордс, сделали 40 исков каналу плюс 100-500. 40 нотариально заверенных претензий за использование музыки. Там 2 секунды, 10, неважно. В общем, канал удалили. Ну, слава богу, мы к этому моменту нашли юриста, хорошего, мощного юриста по авторскому праву, который встретился вместе с нами с СБА. И тут был разговор такой. Ребята, вы, короче, хотите быть правыми или хотите заработать денег? Это не юридический разговор, согласитесь. Ну, это юридический разговор, на самом деле, потому что, на самом деле, бизнес-модель СБА-рекордс в тот момент предполагалось, что они выкатывают иски и претензии и на этом зарабатывают. За каждое использование музыки из библиотеки, из БАР-рекордс был выкачан счет в 200 тысяч. Теперь переумножайте. До этого говорилось о том, что с YouTube можно много зарабатывать. Так вот ни черта себе. Даже сейчас YouTube при объеме, допустим, 5 миллионов просмотров по тем каналам, которые мы ведем, позволяет заработать 100 тысяч рублей. Теперь переумножайте. Классно быть популярным блогером, но если ты сделал 5 миллионов просмотров, ты всего заработал 100 тысяч рублей. Сейчас говорилось как раз ремарка о том, что контент должен быть дорогостоящим. Я в целом не понимаю половину сейчас топовых проектов на YouTube, сколько они денег стоят и где выхлоп. Кроме того, чтобы получить деньги за интеграцию. К счастью, Карам была первой компанией, которая у нас, слава богу, у нас был прекрасный человек. Я ему благодарен, наверное, до конца жизни был Никита Зельцер, который пришел из Lookat.me, который до этого продавал спецпроекты. Придумал, сказал, а давайте вот это будем продавать задорого. И все поверили. Мы действительно были правы. В целом идея оказалась верной. Сейчас тысячи людей на основе этой бизнес-модели зарабатывают хорошие деньги. Но в целом за счет видеорекламы производство контента не отбить. Невозможно. Возможно договориться с Netflix, возможно договориться с телеканалами, возможно заработать на интеграциях. Когда я продавал Карамбу, у нас только заключенных контрактов по интеграциям было на 70 миллионов рублей. В целом, если я в презентации сделал сейчас расчет, в 2019 году объем рынка инфлюенс-маркетинга будет составлять от 4 до 8 миллиардов рублей. Представляете, в конце 2014 года Карамба зарабатывала около 150 миллионов. Мы очень большие были в тот момент. Я даже не представлял. Я вообще до этого не знал, что оказывается сайт со 150 тысяч иммуниками, это действительно очень большой портал. Я думаю, что у меня вообще никого не образовала, ничего и менеджером никогда не было. То есть креативный продюсер, дай бог себе, работал просто на телеканале, как многие товарищи, и мне казалось, а это нормально. Потом уж, когда все продал, понял, что ничего себе, какую я золотую жилу продал. Ну ничего, другой разговор. В целом, то есть контент, который сейчас производится для YouTube, он практически не отбивается за счет видеорекламы. Это только интеграция, это только поиск спонсоров, инвесторов, клиентов, которые готовы там разместиться. И действительно, правовой вопрос довольно важный. И то эта история близка к финалу. Да, эта история близка к финалу, я закончил все. Так, дальше. Ну то есть фактически вывод такой. Вы за пиратство, спасибо, вы помогаете мне стать более популярным и зарабатывать больше, правильно? Ну действительно, на самом деле, с точки зрения пиратства, что такое, допустим, если говорить про проект плюс 100-500, это не видеоблогерство, как кажется, ну как бы на поверхности. Если мы говорим про проект плюс 100-500, это готовый качественный формат. Ну то есть вот недавно мы написали Библию для авторов, которые должны писать сценарий, потому что у нас, ну как бы команда есть, хочется обновления крови, да, то есть какие-то новые штуки. Так вот, Библия получилась на 14 страниц. Это не просто вот история, ой, смешное видео, сейчас напишу на него что-нибудь такое. Это история с тем, как работает, ну то есть какие видеоролики нужно набирать. Есть определенная матрица, по которому ты пишешь юмор и скетчи. Это формат полноценный, который, в принципе, можно запатентовать. Другое дело, что каждый раз, когда я думаю о том, чтобы запатентовать, вспоминая истории точь-в-точь и один-в-один, который случился, да, конфликт между, если не ошибаюсь, White Media и Первым каналом, при котором авторские права в России не защищаются. Но в целом, то есть вот сейчас происходит параллельно нашей секции, происходит Каннский телерынок, где обсуждается огромное количество возможных форматов, и там в Европе, на Западе, да, там можно зафиксировать авторские права на формат. В нашей стране самый простой способ, чтобы это сделать, нужно написать формат, отправить себе его по почте, и потом, когда ты будешь его доказывать в суде, вполне возможно эта бумажка сгодится. Один раз. Вот. Но есть же еще и другая история. Например, формат изменили на 30%, все, это уже не твой формат. Ну, то есть в целом я могу, типа, взять 100-500, из четырех роликов делать два социальных, и уже это не его формат, ни Макса, ни мой, ни чей. Картинка, задний план сделали другой фон, все, это уже не тот формат. Поэтому здесь все очень непросто. Поэтому защищать не надо или все-таки нужны другие механизмы? У нас сейчас нету в рамках российского законодательства механизмов, которые могли бы защищать формат. Ну, то есть когда вот ты видеоблогер, а не крупная компания, у которой есть там, условно говоря, там, ну там, несколько миллионов или сотен тысяч в месяц для того, чтобы нанять целую команду юристов, если ты видеоблогер, ты не можешь себя защитить. Поэтому ты используешь различные лайфхаки, назовем это так, для того, чтобы себя защищать или, допустим, агрегировать дополнительный трафик. Ну, потому что дополнительный трафик – это деньги. Можно я сейчас немножечко сделаю отступление до вопроса как раз защиты и зачем мы делать это или не делать, и вот вернусь к теме, которую озвучил Григорий. Давайте смотреть на несколько шагов в будущее. Алексей Паевский, научный журналист, главный редактор портала Нейроновости. Насколько я понимаю, вы вообще историю начинали как раз с блогов, а потом вдруг стали выпускать и книги, и много-много чего. Тут сложная история. На самом деле, я стал сначала научным журналистом. Я был набран по объявлению лет 15 назад, и таким образом мы начали создавать современно-научную журналистику в стране. Это случайно появилось явочным порядком. Мы создали первый отдел науки в федеральном СМИ, в газете РУ. Я пришел на спецификацию, не зная, куда я иду, мы вышли замредактора отдела науки. Потом я встретил своего партнера с автором Аню Хорошего, которой часть здесь нет. И вот, да, тут началось с блога, который тоже начался ровно, потому что человеку нужно было что-то писать, куда писать каждый день. Ну, в качестве ученических вещей. Мы сделали, опять же, повторю, наша ниша, это вообще, я здесь чувствую себя коверным клоуном и мамонтом одновременно. То есть я здесь не про YouTube, не про… Я про тексты, я про тексты, про олдскульную историю. На, нас взвоились. Но пасаран. Спасибо. Построю. Настрою, хорошо. И наша ниша очень узкая. На уч-поп, это достаточно узкая ниша, но, с другой стороны, это очень качественная аудитория всегда, какая бы она ни была. И здесь получается очень интересная вещь. Мы никогда не стремились монетизировать то, что мы делаем. Нейроновости до сих пор делается командой из 10-11 волонтеров. Мы просто даже не задумывались на тему, чтобы зарабатывать на этом. Он делается бесплатно, какие-то там деньги уходят на расход на хостинг, на счастон, и все. Но при этом каждому из нас, каждому из участников проекта, ну, нейроновость – это 10 человек, блок «История медицины», который мы заявили 4 года назад, это 2 человека, получилась некая непрямая монетизация. Потому что, как ни странно, сейчас в стране, например, начался блок «Бум!» на очень популярной литературе. И все ищут наших авторов, не переводных, а наших. И сначала нам написал одно из записи, потом второе. Потом написал редактор, большой редактор редакции «ССС». Сказал, ребята, мы очень хотим книгу по вашему блогу. Давайте мы сами ее напишем, сказали, а нет. Сказали, ну, давайте мы все-таки сами соберем. И сейчас, в принципе, конечно, это не те деньги, о которых говорят. Я еще не про деньги ничего не говорил. Говорил. Я слышал. 150 миллионов, 70 миллионов было. Я не начинал даже. Хорошо. Это совершенно другие деньги. Но, тем не менее, сейчас рынок книг растет. И вот первая наша книжка, которая вышла год назад, меньше года, в сентябре вышла книжка «Вообще, чем мы». И параллельно вышла книжка, которая называется «С миром замечательных людей». Мы делали их с разницей в год, но они вышли одновременно. Обе книжки вышли в лидеры продаж в нашем сегменте. И там, как мы говорим, 10 тысяч, тираж, 10 тысяч для книжки в научпопе – это очень много сейчас. А у нас 15 или 20 тысяч уже, я не знаю, сколько. И достаточно плохие контракты с АСЦ, с Пятым Римом. Сейчас делается… То есть, в принципе, это еще не главная вещь. То есть, параллельно этому важно понимать, что там, допустим, нейроновости имеют аудиторию. Я в подписчиков 55 тысяч где-то. Круто. Вот. При этом важно, какие это подписчики. То есть, это лидеры российской науки, лидеры российской медицины, помимо простых, обыкновенных любителей. И в этом смысле, условно говоря, помимо всего прочего, мы имеем в год с автором еще где-то примерно по 20-30 очень неплохих поездок. Давайте с вами встретимся после этого. Потому что я когда слышу про конверсию в 20%, мне кажется, это очень перспективно. Так, вот бизнес не только, значит, совершается в интернете. Уже хорошо. Условно говоря, два круиза Москва-Питер, это тоже не самая плохая история. Или там поездка в Швейцарию. Прямо, что у каждого у нас своя работа, одна, две, три у кого-то. И вот в таком формате, тут такая непрямая мотивация, которая нам нравится, мы этим занимаемся и продолжаем заниматься. При том, что каждый из наших проектов, в котором мы делаем, имеет еще и неплохую социальную роль. Процветительскую, там все такое. Плюс для меня, я раньше, я изначально ученый, как все научные журналисты, у нас нет журналистов, у нас есть ученые, которые стали журналистами. Я внезапно в этом году совершил камбэк в науку, который для меня был совершенно неожиданным. Потому что мне написали серьезные ученые, сказали, Алексей, у нас монография выходит, серьезная, научная монография по неврологии. А напиши, пожалуйста, историческую главу к ней, потому что ты все равно пишешь лучше нас. И у меня будет серьезная, большая научная публикация в виде главы монографии и две статьи еще, помимо этого. Просто такая история. И это все побочный эффект. У меня есть своя работа, я ей занимаюсь. Так что вот такая история. А зарабатываете вы на этом? Мы зарабатываем какие-то вещи, то есть у нас бывают партнерские программы, но это все так, партнерство, какие-то еще модные слова о том. Да, я могу точно сказать, у меня тоже недавно случилась довольно любопытная история. Нас пригласили с нашим проектом, он очень популярный на YouTube, произвести проект для телеканала «Науки 2.0». Я думаю, что мы можем посотрудничать. Я в целом могу перевести на язык букв в видео, как продюсер. Но я хочу сказать, что у вас действительно очень крутые результаты, 20% конверсии. Ну понятно, что там можно закладывать на оффлайн и прочее. Это действительно очень крутые цифры. И с точки зрения видеоблогинга о таких цифрах просто хочется только мечтать, потому что видеоблогеры конвертируются в продажи сильно хуже. И это даже не один процент иногда бывает, а гораздо меньше. Поэтому… Мне кажется, что сейчас такой момент – это раз. Во-вторых, тут гораздо важнее качество контента. Да, действительно. Вот сейчас возвращаюсь. В продолжение о качестве контента я хочу представить вам Марину Субипаник, писатель, сценарист, член Академии российского телевидения, человек, который создал огромное количество сценариев по научным фильмам. Ну вообще, давайте расскажите, пожалуйста, Марин. А действительно, контент нужно защищать? Парни, давайте встань. Или это не принципиально? Женщина стоит, а мы сидим. Женщина села, видите. Да, контент нужно защищать. Но я хотела вообще просто не про деньги, не про защиту контента, а совершенно… Я тоже из параллельной реальности, и вам, наверное, это наша жизнь не знакома. Я про другое, я про репутацию. Вот я занимаюсь научпопом 35 лет своей жизни. Закончила в ГИК, пишу сценарии, пишу детские книжки познавательные, и всегда кража текстов считала, что там, вау, это круто, это замечательно. Чем больше людей прочтет, тем лучше. Всегда было неважно, с фамилией украли, без фамилии украли, просто неважно. Мне было важно, что там 10 детей прочтут краденный мой текст и узнают, почему корабль не тонет, самолет летает. Неважно. Но вот в последние года-полтора я столкнулась совершенно с такой странной историей, когда в интернете же все колхозное, все вокруг твое. И вот когда крадут без имени, это понятно, что кража, когда присваивают текст себе, у нас такое было, у нас украли несколько глав из нашей книги «Уход за мозгом». Психолог украл и повесил у себя на сайте, иначе привлекал этих самых. Но дальше возникла вот какая ситуация, когда меня крадут с именем, со всеми моими регалиями и размещают на ресурсе, в который я бы не зашла даже, не знаю, за миллионы под дулом пистолета, тем самым обрушивая мою репутацию популяризатора науки. И ты ничего с этим сделать не можешь. Ты начинаешь скандалить и говоришь, уберите мой текст. Они говорят, почему? Мы на тебя сослались, мы дали ссылку на тебя в Фейсбуке, мы написали кто-то и что-то. Мы ничего плохого не сделали, но я стою со своим текстом рядом с плоской землей, рядом там, не знаю, ну вот с этим вот совсем кошмаром. Я этого не хочу. И вот мне кажется, в этих случаях, я не знаю, как защищать авторский, вот вроде бы нет нарушения авторского права, да, но обрушение моей репутации, оно мне в результате отливается гораздо большими слезами, чем если бы меня просто украли. А можно встретить на вопрос? Да. О обрушении репутации в чьих глазах? В глазах моих коллег, в глазах консультантов, к которым я обращаюсь потом для того, чтобы сделать фильм. Они знают, где первоисточник лежит? Ну знают, но ходят-то на этот сайт. Неумедия — это как бы публичное пространство. Выходя в публичное пространство, вы автоматически принимаете все риски, связанные с публичным поведением. И, соответственно, да, плюс-минус все имеют право цитировать, указывать авторство, если надо, указывать ссылку на первоисточник и так далее. Но звучит страшно, плоская земля и ваши тексты рядом. А с другой стороны, если вы обращаетесь к экспертам, общаетесь с ними, вы их предупреждаете, это выйдет на портале X. Ваши коллеги знают, что вы пишете для портала X, и там лежит первоисточник. А если это потом на Y, Z и так далее попадает, это уже просто правило новой реальности, где действительно все цитируется. И на это не стоит обращать внимания. Я не знаю, насколько на это не стоит обращать внимания. Просто не знаю. Я не знаю пока что еще, как на это реагировать. Я с этим, я говорю, сталкиваюсь последние полтора года. Я просто маленький пример приведу. Есть, например, прекрасная актриса Моника Беловича. Я беру ее фотографию, покупаю официально, и ставлю в свой журнал рейтинг 10 величайших актрис всех времен и народов, по моему мнению. И она там на 10-м, а на первом Ольга Бузова и прочие еще более великие актрисы. И если это видит Моника Белучи, которая работает в публичном пространстве, естественно, она, наверное, захочется мне задать пару вопросов. А с другой стороны, все официально. Поэтому это просто не имиджевые потери, это издержки работы в публичном поле. Можно я позволю дать слово девушке? Моника Белучи – публичная персона, поэтому это другая история. Не публичная персона, это другая история. Ну, не совсем, не совсем. Там есть нюансы. Если он публикуется в публичном пространстве, контент не становится публичным. Спасибо большое. Меня зовут Карина, я юрист по авторскому праву, консультирую диджитал и нью-медиа и так далее. И сначала я хотела бы сказать комментарий некий к высказыванию Жана о том, что у нас есть критика и обзор. То есть у нас цитирование разрешено, но оно разрешено в строго определенных пределах. Я не думаю, что Карамба ТВ там была как раз критикой, и, скорее всего, это было незаконное использование контента. Значит, по поводу… Я потом чуть позже парирую. Я думаю, что это уже как бы, да. Значит, потом по поводу вашего высказывания. Значит, все вы знаете, что есть такое понятие, как синхронизация. Мы его часто используем, да, наверное, право на синхронизацию, право включения одного произведения в другое. Вот как раз это право дает правообладателю возможность запрета использования его произведения в том контенте, в котором он не хочет быть использован. Это есть по аналогии, как размещение рекламы, например, или еще какого-то контента в тех, например, в программах, посвященных, ну, неважно, курению, табакокурению или еще каких-то, да, и там рекламодатели не хотят быть спонсорами таких программ. Это нормальная практика, можно защищать. По поводу формата. Прекрасная тема. Значит, формат можно защищать, и об этом было сказано судом апелляционной инстанции. Дело в том, что White Media, когда обратилась в суд против Первого канала, они избрали не тот способ защиты, они защищали формат как объект авторского права. Он действительно им не является, поскольку идеи не охраняются. И надо было, и суд и написал об этом, что помимо авторского права нужно применять другие способы защиты интеллектуальной собственности, которые есть в четвертой части ГК. Вот. Но на самом деле очень интересная дискуссия, но мне по поводу монетизации хотелось бы задать все-таки вопрос Евгению. Можно я сначала парирую, а потом вопрос? Евгений, сейчас я просто боюсь. Я про монетизацию все расскажу, правда. Вот про монетизацию мне... Вот извините, пожалуйста, я просто... Мы можем долго говорить про авторские права, но я не хочу дискуссию в эту сторону. Мне было бы интересно другое. Сейчас проблема у меня, например, как человека, консультирующего крупные агентства, в том числе блогерские, мне к вам вопрос. А как вы защищаете себя, свой бизнес, когда вы вкладываете деньги в блогер, а блогер потом уходит и дальше продолжает эту деятельность, либо другую деятельность? Вот здесь интересно. Вот это на самом деле область, которая подлежит защите с точки зрения бизнеса. Вот можете рассказать, как вы защищаетесь от таких случаев? А можно мне потом тоже этот вопрос? Можно, можно всем. Я отвечу, парирую, а потом вам этот же вопрос. На самом деле, мне кажется, у нас схожие могут быть схемы, потому что это, наверное, стандартный уже на сегодняшний день продюсерский договор, когда мы подписываем человека, мы вменяем ему определенные ограничения, определенные обязанности, и, соответственно, человек, покидая, нас не имеет права продолжать эту деятельность в том виде, в котором она существует. Да, если он уже медийная персона, и с нами он делал контент, допустим, об автомобилях, а дальше уходит и делает контент о гаджетах, тут мы только разводим руками. Но, естественно, мы, как продюсерский, в кавычках, центр привязываем человека к себе. Но это не совсем работает, в том-то и дело, что привязать это все равно, что, знаете, в трудовых договорах писали как ограничение для перехода в другую, ну, к конкурентам. Здесь это не совсем работает, продюсерский договор. Более того, у нас есть право на свободу творчества, и вы не можете никакому человеку запретить себя реализовывать творчески. То есть, ну, я поняла, вы это приходите все-таки через творческий, через продюсерский контракт. А судов у вас не было ни разу. Вы не опробовали это в судах, у вас не было споров. Судов, потому что это никому не надо. Я вам объясню. Как раз и парирую. Я ни в коем случае не умоляю вашу деятельность, не хочу ни в коем случае кинуть камень в ваш огород, но вся вот эта история про русские права, форматы, про творческую деятельность, это все очень красиво звучит, но на территории Российской Федерации, и в том числе и за территорией Российской Федерации очень сомнительно работает. Это звучит красиво, это можно три года судиться, но примерно 90% всех телевизионных форматов, которые выходят на российском, они не по лицензии совершенно, потому что я своими руками, я своими руками дел множество таких проектов на протяжении 12 лет. Мы хорошо там... Я как человек, работающий на ВГТРК 5 лет, знаю, что... ВГТРК, да. Нет, в ВГТРК, да, у вас там немножко другая... Я извините, я на МИПе с 2002 года. Да. Я помню еще, когда нам давали смотреть новые форматы на видеокассетах. Но вы даже не знаете, что это такое, на самом деле. Видеокассеты? Нет, я знаю прекрасно. Поэтому мне кажется... Не самый лучший формат парировать, но... Мне кажется, что говорить о том, что 90% контента, выходящего на телевидение, это самопал, это по меньшей мере странно. Давайте так. Я вот скажу так, что я никогда трезвым не приезжал. Окей. Коллеги, давай мне что-то добавить. Давайте я поправлюсь. Одну секунду, пожалуйста. Я поправлюсь. Я сейчас не буду называть имен. Можем тет-а-тет-а обсудить. Публично точно нет. Дело в том, что ВГТРК, да, окей. Но я сделал на телевидении на протяжении 12 лет очень неплохую карьеру. И я крайне регулярно был тем человеком, которым главы телеканалов, креативные директора телеканалов, говорят, нам нужно вот так же, только так, чтобы нам потом не предъявили за лицензию. Я своими руками переписывал те самые форматы, которые на 20-30% отличаются. И формат, получается, не охраняется, раз его надо... Ну, окей, мы на 20-30% перемешали слагаемые успеха, и где эта лицензия, где этот МИП. Соответственно, звучит все красиво, но это все обходится очень легко. И обходится, да, мы можем привязывать сколько угодно к себе человека, и это можно обойти. Мы можем ездить на МИП и покупать лицензию, и быть абсолютно правильными ребятами, а можем и обойти. Можно я немножко резюмирую? Извините, я просто как бы еще и телевизионный продюсер, да, по-моему, диджитала. Вот. И произвожу телевизионный контент. Это были не одни форматы. Действительно, для того, чтобы запустить зарубежный формат, можно там переделать 20-30% и вполне себе работает. Вот. Сейчас существует на телевидении такая практика, что телеканалы выгоднее покупать форматы. Не то, что выгоднее, не с точки зрения финансов, а с точки зрения отношений. Потому что российский телевизионный рынок начинает интегрироваться в мировое. Мы все сейчас слышим постоянно. Последние пару лет. Да, последние пару лет. Что-то продалось на Netflix, что-то еще куда-то ушло, да. То есть китайцам мы продаем регулярное количество, там, ВГТРК продает огромное количество различных сериалов, форматов. И это является абсолютно нормальной практикой, потому что китайский рынок для российского контента является там, ну, действительно очень большим, очень емким. И русский контент там действительно любит. Вот. Вот. И использование западных форматов входит в нормальную практику сейчас, да, то есть у российских телеканалов. И то же самое, на самом деле, можно сказать и про рынок блогерский, буквально 30 секунд. Мы, когда делали блогерские контракты для Caramba.tv, тогда их вообще в помине не существовало. Мы сделали пять или шесть видов, вот. Там это суперкабальные, миникабальные. У нас был даже период, когда, короче, у нас эти договоры пытался один из блогеров украсть, украл. Вот. Потом ходил, там, типа, ну, ладно, я не буду показывать пальцем, но, как бы, тем не менее, то есть такие штуки тоже были прецеденты. Могу сказать одно, да, то есть что касается российских телеканалов, которые сотрудничают с западными по форматам, что касается с блогерами, на самом деле лучший договор – это качественное взаимодействие. То есть должен соблюдаться принцип равновесия. Если ты можешь блогеру дать, как бы, инструментов достаточно, чтобы он тебе вернул в финансовом эквиваленте, действительно это будет хорошо. А если нет, ну, то есть ты хочешь подписать блогера, сделай новый канал, пусть он принадлежит тебе. Вот. Пусть попробуем после этого украть. Будет договариваться, понимаете? То есть, на самом деле, с точки зрения, там, права обладания, с точки зрения, там, договоренности с блогеров, есть, как минимум, 10 возможных вариантов защиты, да, то есть, там, прав на контент. Можно, если блогер украл канал, можно ему предъявить страйки, и это будет решаться в судебном порядке. И поверьте, как бы, многие блогеры, ну, как блогерство, это, в принципе, немножко про нарциссизм, да, будут вполне себе договороспособны, если на их канале будет тот контент, права на который принадлежат тебе. Вариант взаимодействия вагон. Главное, не доводить до эскалации, а спокойно, в нормальном порядке договариваться. Потому что блогеры, как правило, ребята, которые заинтересованы, чтобы им было хорошо, и всем остальным было хорошо, главное, берегу договориться. Вопрос. 100-500. Ваш формат? Нет, он всегда Максу принадлежал. Более того, я вам скажу, что… Он Максу принадлежал или это зарубежный формат? Это зарубежный формат, который, там, собственно, разобрел Рэй Уильям Джонсон, да, то есть, мы его переделали достаточно сильно, переработали. Сейчас Рэй Уильям Джонсон не, как бы, не выпускается, да, в том виде. Все очень достаточно сильно переработано для того, чтобы назвать это, там, нашим форматом. Более того, на основе 100-500 мы были, там, изобретены как креативным директором, да, в том числе и другие форматы. Мы выходили на телеканалах, да, и, там, программы довольно успешно шли. Вот. Ну, мы никогда особенно, там, не заморачивались защитой, да, этих форматов. Ну, потому что, ну, как бы, здесь… А как же вы продали? Карамбу ТВ. Да, да, более того, я вам скажу, что вот здесь Катя Кулагина сидит как раз. Сейчас она расскажет, да, как это было. Мне сложно объяснить, но все каналы, которые оставались за блогерами после сделки, это, мы дай, сделка, она там была, компания оценивалась 300 миллионов, да, то есть мы продали 51% за 150, да. Все каналы, которые принадлежали блогерам, остались за блогерами. Ну, то есть мы, ну, то есть вот это очень важный момент. Если ты начинаешь с людьми строить какие-то бизнес-отношения, важно их не предавать. Те каналы, которые принадлежали Карамбу ТВ, ушли там тогда в СТС Медиа. Все, что касалось, являлось активами блогеров, осталось за блогерами. Мы продавали бизнес-модель, продавали фаты, права на товарные знаки, ну, то есть там на самом деле довольно большой перечень всего. А что получили блогеры? Что получили блогеры, ну, то есть от этой сделки. Кто-то получил деньги, кто-то получил свободу, потому что на самом деле свободу получили почти все. Вот я так и чувствовала, что дело было в свободе на самом деле. Вот, в свободу в смысле, то есть дальше уже как бы, ну, как бы управленческая команда СТС Медиа решала, что как бы, как бы, что они как хотят. То есть у нас с крупными блогерами не было никаких кабальных отношений. Ну, то есть это всегда принцип равновесия. Если ты работаешь с равными, да, то есть там ты продюсер, ты равный блогеру популярному, еще что-то, ты не имеешь права быть козлом и не имеешь права, как бы, делать кабальные отношения. Ты можешь сделать так, чтобы этому человеку было хорошо. Если он будет хорошо с тобой, он будет с тобой работать. Это сейчас нормальная практика, когда блогер работает через рекламное агентство, ему говорят, ты должен давать 80% гонорара нам. С чего бы это? Поэтому многие блогеры становятся независимыми. Они говорят, я лучше сам буду продавать рекламу. То есть у меня там в презентации есть тоже этот момент, про который я хотел упомянуть, как распределяется, как вообще происходит экономика блогерства. Но в целом нужно просто быть адекватным человеком и не пытаться кого-то обмануть и там как бы поиметь на этом денег. Пока мы недалеко ушли от науки, вот я задам вопрос Дмитрию Побединскому, физика от Побединского. Вопрос следующий. Скажите, пожалуйста, а вы с чем сталкиваетесь? Есть ли такие проблемы с форматами, с тем, что поставили, не с теми, с кем репутационно было бы правильно стоять? Есть ли воровство контенты? Или это все-таки из другого мира и тоже, да, хорошо, что воруют? Я так понимаю, вопрос о сегменте научпопа в моем сегменте. Я могу сказать так, что есть, конечно же, некое заимствование идей, и они никак не могут быть защищены, скорее всего. И на этом и, в принципе, и строится развитие той или иной области. Я вот сейчас сидел и думал, какие можно привести примеры, начиная с различных картин, чуть ли не эпохи Возрождения, заканчивая современными, как Apple, стащили идею ксерокса мышки и оконного интерфейса, или песни различные, тот же шоу «Москвон» — это песня, на самом деле, заимствованная, ну, мелодия. То есть идеи, конечно же, они витают в воздухе, мы их всех, я не называю это конкурентами, ну, мои коллеги по цеху, ютюберы из научпопа, тоже берем эту идею, хватаем просто, и заслуга каждого отдельного блогера является в том, как эту идею он обработает, как он под свой формат это сделает, и вот уже какая-то конкретика, ну, может, да, как-то, уже можно предъявлять какие-то претензии, если ты что-то конкретное стащил. Но в конкретном нашем сегменте такого очень сильно не наблюдается. Идеи мы все у друга друг друга таскаем, это так и есть. А вот конкретные прям предложения, конкретные ходы, такого нет. Да вы все дружите, мне кажется. Ну, на самом деле, у нас как-то мирно все получается, вот в нашем, да, кругу. На самом деле, у нас вопрос с репутацией немножко по-другому. У нас хуже не то, чтобы тебя поставили рядом с кем-то, а хуже, если ты сам налажал. Больше того, YouTube иногда ставит, кстати, вопрос репутационных потерь. YouTube иногда очень интересно оптимизирует контент и отправляет его в разделы, и друг за другом могут в разделах стоять очень разные видео. И как раз и физика подведения по медицинскому исследованию. Плоская земля, а следом, я не знаю, какой-нибудь Родзинский, ну там пародия на Родзинского от Сатира, допустим. Погибли страницу тренды. Да, взять страницы тренды, куда тоже выходит контент, очень многих, в том числе здесь сидящих. И там совсем трэш. И вот это тоже можно тогда рассматривать репутационными потерями. Это просто открытое поле, где есть живая конкуренция, и больше того, между блогерами нет такой какой-то войны, что мы друг у друга подсматриваем форматы. Нет, мы… Это называется конкуренция, это называется эволюция. Кто-то что-то увидел, продолжил мысль, посмотрел по другим углам. Андрей Киркарян, ваше мнение? Всем здравствуйте. Я уже даже не знаю, что сказать, что дополнить. Привет. Что-то в переход. Ну, да я на самом деле всех могу по чуть-чуть поддержать, но по поводу пиратства, это действительно, оно иногда играет на руку даже. То есть мы часто делали у нас в Девико какие-то музыкальные пародии, то есть еще что-то, и там взять, я не знаю… Коротко об Андрее, простите. У него есть свой музыкальный канал, который, в принципе, занимается тем, что выстреливает какой-то… Какая-то, ну, не в обиду тебе. Ну, допустим, вышел супер-хит у группы «Грибы», да? То есть помните, в свое время был супер-хит. То есть мы быстро собрались, за пару часов придумали… Кавер. Кавер, да, идею. Я рассказываю про канал «Пацаны, вообще, ребята». Я понимаю, да. Да. Вот, и благодаря этому песню «Грибы» и «Тает лед» узнали благодаря нашему клипу. То есть наша пародия набрала 9 миллионов, и то есть люди не знали, что есть такая песня, то есть уже это сыграло на руку группе «Грибы». Настолько была виральная… Что, мы? Нам заплатили? Нет. Мы радовались 9 миллионам просмотров, для нас это было счастье просто. На тот момент компания «Девико» еще небольшой компанией была, и там 9 миллионов, да и что будем греха-то ведь, и сейчас 9 миллионов. Это единственное мое достижение. Держи себя в руках, Андрей. Ну, то есть действительно, потом мы вели диалог с ребятами, и был такой прецедент, что выстрелила песня, и ее успех параллельно поддержала пародия. То есть ты пытаешься запрыгнуть… А, ты прописывал то, что мы поддержали. Да, да, да. Да, конечно. Ну и, соответственно, им хорошо, и нам хорошо, и мы хайпанули, и они хайпанули. Ну, как бы в этот поезд хайпа прыгнули и поехали со всеми. А с другой стороны, а возможно, все-таки с точки зрения авторского права, ну, все-таки украли. Украли? Украли? Посадите. Украли. И еще, кстати, что касается YouTube. Есть большая проблема, и вот коллеги, сидящие здесь, наверняка согласятся. YouTube вот тем самым той опции страйков очень сильно подставляет создателей контента. В том плане, что, например, у нас есть гостевые шоу, есть и не только у нас. Приглашается кто-то, ну, условно, возьмем пресловутый пример Дудя. Пригласил Дудь к себе Таира и не согласовал с ним никак контент. Выложил, Таиру он не понравился. Таир имеет полное право кинуть страйк. Ну, понятно, что конкретно Дудь – это флагманский блогер, и его по голове гладит сам русский офис YouTube, Google. Но по-хорошему работает схема, когда Таир, ну, не понравилось, как смонтировано, кидает страйк, и потом Дудь будет вынужден доказывать, что он ничего плохого не имел и согласовывал. При этом переписка где-нибудь в мессенджере, типа, да, мне ок, контент не работает. Будь добр, показать Гуглу бумажечку. А бумажечка очень часто не подписывается. А на дружеских началах очень много контента создается в YouTube. И как тут быть? Охраняется? Охраняется. Иногда это оборачивается очень неприятными последствиями. Ну, да, неудачный пример. Поэтому мы и говорим о том, что на самом деле, ну, по поводу страйков очень хорошая тема. Есть популярный контент, да, который, ну, там, в тренде, и понятно, как он сейчас будет монетизироваться. Это человек на собственной странице, либо собственном веб-сайте, подделывая дату размещения, делает такой же контент и выкладывает, и направляет страйк. Про YouTube сейчас или не про YouTube? Да, про YouTube. Дату контента подделывает? Нет, то есть подделывается дата публикации не на YouTube, да, а подделывается дата публикации на внешнем ресурсе. И тем самым, тем самым вышибается канал. Такая практика есть. И поэтому мы и говорим о том, что защищаться от недобросовестных, ну, там, товарищей, это возможно. И чем проще контент, да, тем меньше, соответственно, мысли его защищать. Но какой именно контент выстрелит и как его можно будет монетизировать, никто никогда не знает на старте. А когда он уже выстрелил, уже, как правило, его защищать уже поздно. Поэтому бизнес, ну, любой бизнес, он подстраивается под требования рынка. Мы при разработке, например, ну, там, при разработках нашей компании, например, мы опираемся на то, что это должно быть просто, недорого и, там, понятно. И получение, там, свидетельства, например, и направление его в офис Google защищает как раз от тех страйков с поддельными, там, видео на левых сайтах, которые, ну, впоследствии могут уберечь тот контент, на который вы потратили силы, время и, там, средства, да, какие-то, с очень низкими затратами. То есть мне восходник моего шоу, условно, будь я независимый блогер от компании, нужно закладывать юридическое сопровождение. А вообще в самом бэк-офис можно заложить, это будет норм, практика. Ну, да. Нет, если мы говорим о бэк-офисе размером в 2000 рублей за видос, мне кажется, что, ну, оно того не стоит. Окей, тогда это избирательное право, потому что у меня есть 2000 рублей свободных. Если это 13-летняя девочка, которая создает свой контент и делает первые шаги, и, возможно, эти первые шаги сразу становятся успешными, у нее нет этих двух свободных тысяч рублей. У нее низкая стоимость производства контента. А мы говорим о том контенте, на который вы собираетесь монетизировать им наказательный контент. Мы говорим-то про риски. Риски можно всегда посчитать. И вопрос в том, насколько тот или иной продюсер принимает эти риски, готов с этим мириться. И это касается не только YouTube, это вообще, в принципе, касается… Бизнес-математика, конечно. Да, бизнес-математики. Это вопрос про риски. Кому-то 2000 рублей – это нормально, кому-то и 100 тысяч рублей будет абсолютно адекватно, если у тебя крупный FFG-бренд, который тебе обошляет за одну интеграцию хорошие деньги. Вопрос в рисках. Хочешь принимать это или нет? Я считаю, что YouTube довольно… Ну, то есть, к чему? Отвечая на этот вопрос, который был задан ранее, YouTube саморегулируется. Это касается вообще в принципе нью-медиа. Он саморегулируется. Вопрос в том, кто готов принимать эти риски, готов за эти риски платить, а кто готов отвечать уже по факту. История, что касается Дудя или кого бы то ни было, это вопрос спокойствия производителей контента. Я могу точно сказать, что в рамках определенных проектов я перезакладываюсь. Когда у нас случился иск с СБА-рекордс, когда эти риски пришли, там много денег было, договорились на небольшие. Мне казалось проще взять, найти низких композиторов, которые переписывали популярные музыкальные мелодии в соответствии с законом в авторском праве на определенный процент, для того, чтобы они были достаточно узнаваемыми, и чтобы я их мог использовать. Я понимаю как продюсер, что мне проще заплатить количество денег за это музыкальное произведение. И я понимаю, что это музыкальное произведение могу использовать в дальнейшем практически бесчисленное количество раз. Я таким образом решил свою проблему рисков. Кто-то решает проблему рисков, покупая библиотеку СБА-рекордс, кто-то начинает договариваться по другим библиотекам. Это просто вопрос финансовой целесообразности, не более того. Извините, что я, конечно, мешался в эту историю. Нет, но это, опять же, это бизнес-математика все. То есть если вы понимаете, что вы можете оградиться, заплатив минимум от рисков, никто же не ходит на улицу голой, потому что можно простудиться в такую погоду. Было бы жарче, можно было бы пойти в трусах. Непонятно. Да, но и ни у кого не возникает мысли. Ну, то есть можно надеть норковое манто, да, а можно надеть пуховик за тысячу рублей. И то, и то функционально. Сейчас тоже нативочка прилетит, мне кажется. А? Что же нативочка прилетит сейчас какого-то вещевого бренда? Нет, и я говорю о том, что если современные методы защиты, современные технологии, да, они позволяют защищать именно собственность достаточно низко, ну, с низкими транзакционными издержками, защищая от, ну, то есть риски, от которых вы оградаетесь намного выше. Мы сейчас говорим об откровенном пиратстве, ну, то есть вот ваш пример… Да, прямое заимствование. Я бы про бабки поговорил, честно говоря. Прямое заимствование. А если это не прямое заимствование, а на уровне идей? А если это пародия? Идеи не защищаются, идеи не защищаются, пародии разрешены законом. Я говорю именно о прямом пиратстве и о страйках, которые получает канал при недобросовестных, скажем так, пользователях, которые… недобросовестных, креативных пользователях. Здесь, да, все, да. А что касается монетизации, собственно, русский офис YouTube идет же примерно к тому же, к чему идет и американский офис YouTube. Да, они все идут в одном направлении. Да, когда, в принципе, будет скоро запрещена интеграция рекламы внутри контента. И если там хочешь… В этом уже лет восемь разговаривают, пока до дела не дошло. Ну, монетка все равно растет. И, например, недавно букмекеров и различные онлайн-казино прикрыли. И прикрыли очень забавным способом, когда американский офис снес Versus Battle и Gazlife, а русский офис узнал об этом, собственно, из СМИ. И потом, ой-ой-ой, как так, сравнили два пользовательских соглашения на русском и на английском, а они казались разными. Я могу так сказать, что на самом деле здесь вопрос чисто репутационный. Например, к нам в рамках там 100-500 телека постоянно приходят запросы от всяких компаний, которые ставки рекламируют, БАДы и прочие. Наша принципиальная позиция, допустим, если мы говорим про проект 100-500, он говорит, нет. Хотите сколько угодно можете денег предлагать. Ну, то есть там экономика телека, экономика ютуба различается. Это вообще история, на самом деле, отдельной секции. Мне есть, что на этот счет рассказать. Но я могу сказать, что в целом вопрос личных предпочтений блогера. У нас изначально была история, когда мы делали проект что с Карамбо и что прочее, мы не рекламируем азартные виды спорта. У нас была только одна интеграция, она была из первых «Покер Старс», это была совершенно другая история. И там очень красиво была интеграция в эту штуку про обучение. После этого ни одни тотализаторы, ни одни БАДы не попадали в эфир. Ни 100-500. Это ваша личная ответственность. Да, это наша личная ответственность. Это не говорит о рынке. Ну, в целом, это наша философская позиция. Можно я передам слово Жанну Просянову, главному редактору кинотеатра. Скажите, пожалуйста, на чём зиждется ваша монетизация и репутация, вероятно? Ой, здравствуйте. Благодарю всех за эту беседу. Честно говоря, начинаю испытывать какое-то раздвоение личности, потому что как потребитель контента я понимаю, что мы живём в эпоху мета-модерна и всё цитата, цитата, цитата. И не понимаю переживания коллег за HBO, потому что, ну, окей, да, в какое-то время смотрят пираты, но давайте посмотрим результаты медиатеки и поймём, что есть конверсия пиратского усмотрения в легальный, да, потому что всё-таки стремление к первоисточнику, оно, ну, я надеюсь, живёт. И тот факт, что новая серия «Игры престолов» выйдет только там раньше всех, ну, то есть вопрос скорости, да, это первое. Второе, хотел бы, извините, что я не отвечаю на ваш вопрос. Вот, а второе, очень переживаю за 13-летнюю девочку, которую мы упомянули. Вот. И проблема в том, что мы, вот, допустим, на YouTube рано или поздно все договоримся, но мы эту девочку выталкиваем в иные среды, да, и всем мы видим, какой трэш творится в TikTok, а после TikTok будет ещё что-то. То есть мне кажется, мы не совсем так решаем вопрос, надо как-то смотреть в другую сторону, да, когда есть ресурс «время», я за него плащу деньги, смотря чужой контент, вот, ну, как-то вот в идеале прийти к такому вот чему-то, да, к такой футурологии. Вот. Соответственно, про монетизацию я, как бы, здесь нахожусь в трёх разных ипостасях. Первое, я являюсь представителем организации, производителей веб-контента. Это, собственно, такой аналог ассоциаций с производителями кино и телевидения, который был построен вокруг издания Digital Reporter, Антона Калинкина, фестиваля «Реалист», и мы понимаем, что, ну, как бы, за веб-сериалами будущее, да, и в плане интеграции с брендами, потому что у каждого блогера есть бэкграунд, он может нажраться, прийти не в том виде, да. Веб-сериал не может нажраться. Вот. Соответственно, поэтому мы выступаем за то, что… Ну, и, как бы, у многих брендов нарратив чуть-чуть сложнее, да. Ну, то есть, окей, Парфенов может покататься на Киа, но история Киа чуть-чуть глубже, да, и поэтому нужно интегрировать сериал. Плюс интеграция веб-сериал, она более нативна, потому что, ну, вот, когда ты, там, условно, дути, ты с Альфа-банком, да, все читают, что это рекламка. А когда мы снимаем веб-сериал, вот мы сейчас делаем сериал неправильный с режиссером Владимира Мерзоевой, мы снимаем пресериал про мир будущего, да, и у нас как раз интеграция с одним из банковских игроков, и проблема в том, что так как сами условия нарратива нашего сериала таковы, что это будущее, просто в нашем мире существует так, что остался только один банк, да, и это гораздо более нативно. Вот. Касательно кинотеатр.ру, мы… Самый популярный сайт в российском кино. После Кинопоиска. Кинопоиск не так любит русское кино, и по российским тайтлом, если посмотрите статистику, Михаил. Вы очень крутые, Жан, я же не спорю. Вот. Мы, наверное, зарабатываем прежде всего на фан-сервисе, да, человек смотрит какой-нибудь сериал по телевидению, и вдруг вызывается вопросом, а кто же эта актриса? Или он что-то не понял из трейлера? То есть он приходит к нам, обычно вот начинается какой-то сериал на Первом канале, и я прям вижу, начинается вал, потому что людям это надо пообсуждать, и людям нужно уточнить какие-то данные, и они как бы приходят к нам, соответственно, на этом строится наша стандартная рекламная монетизация, спецпроекты, ну, в общем, как у любого там медиаресурса. Касательно двух вещей. У меня вот реально мучительный вопрос. У меня были небольшие бодания с группой Би, вот объясните мне. Я, прежде всего, энциклопедия базы данных и СМИ, да, и я так или иначе занимаюсь популяризацией вот этого вашего контента. И вы мне сами присылаете постер сериала одного, да, который сделала там крупная русская студия, которая продавала все на Netflix. И как бы мне присылает их там пиар-департамент, постер, трейлер, ну, как бы классический рекламный пак. Я его, естественно, размещаю. И через день прилетает запрос от группы Айби за некорректное размещение. Вот как с этим быть? Вот, ребят, давайте вот поймем, да, вот есть рекламные кадры, да, которые являются, с одной стороны, частью вашей интеллектуальной собственности, и трейлер. Вот. Но при этом кто-то перед трейлером крутит рекламу и зарабатывает деньги на рекламе рекламы. Как с этим быть? Вот этот вопрос мучает меня ужасно. Вот если бы все правообладатели были бы настолько сознательны и мобильны, как YouTube-блогеры, то, скорее всего, та модель, которую мы предлагаем сейчас и анонсируем это в рынок, говоря о том, что давайте мы пойдем не путем запрещения там, да, контроля, кто разрешил, кто не разрешил, а часть контента будем выкладывать, то есть, ну, опять же, на open license, да, и анонсировать, что данный контент является открытым, в едином месте всегда можно, любой человек может прийти и взять, и это как раз будет способствовать и рекламные модели распространения, потому что правообладатель будет брендироваться и выкладывать туда, ну, там, в открытое место. Однако закрытый контент, который будет охраняться, будет распространяться, ну, там, по подписке, либо еще как-то, опять же, что в соответствии с открытыми данными вы будете видеть, а полную версию вы можете посмотреть на сайтах этих, 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 и на других сайтах искать это просто, ну, не нужно, либо бесполезно, либо, ну, там, не имеет смысла, либо тяжело. Опять же, качество контента, которое снимается сейчас, например, там, теми камерами, теми техническими средствами, которые, ну, большой контент, я имею в виду, он уже, то есть там качество самого контента финального для просмотра, оно настолько велико, что как раз люди готовы платить за подписку на имя-диотеку просто для того, чтобы смотреть на большом экране, в хорошем качестве, с нормальными спецэффектами, а не с замыленными кадрами и вот таким вот голосом. В переводе, вот и все. Можно я, с вашего позволения, передам слово Игорю Намаконову, владельцу креативного агентства Most Creative Club, обладателю первого в России «Золотого Каннского льва». Мне хочется, на самом деле, вернуться к тому же, очень коротко, к тому, что я начинала говорить в начале, по поводу исследований, которые сделал Бердер Макитси, он тогда обозначил, что социальные сети, профи в социальных сетях может являться объектом охраняемых, так или иначе. При этом мы понимаем, что это возможность зарабатывать для блогеров больше. При этом другая сторона, блогерская, считает, что это может и ограничивать вообще развитие интернета как такового. Расскажите. Моё мнение на этот счёт. Вы хотите, чтобы в конце я подвёл? Нет, я хочу, чтобы вы нас просветили с точки зрения того, возможно ли вообще из блогерского контента создать рынок легальный, классический, но цифровой. Так, интересная на мне ответственность. Я сидел, думал, ну всё, сейчас всё закончится. И я просто впрыгнул в последний вагон, и буквально пару дней назад узнал, что я буду здесь. И сейчас сидел и думал, боже мой, как классно всё закончилось, и я не буду высказываться. А теперь мне надо высказаться. Ты был не одинок в этой мысли. И я очень рад этому факту, потому что есть много чего сказать. Но вот ваша тема, которую вы сейчас задали, она огромна. Потому что, на самом деле, я тоже из определённой среды, как человек, который формирует свой персональный бренд. Это среда образования, среда рекламная. И нужно сказать, что там огромное количество есть проблем, связанных с тем, что всякий контент перекопируется, перепощивается и так далее. Но мы в течение, наверное, лет 18 уже, как рынок существует, это в разной степени проживали. И сейчас мы находимся в том состоянии, когда мы все с этим начали работать иначе. То есть, когда, например, кто-то у кого-то берёт, мы просто начинаем активнее ещё про это говорить. То есть, не способ как-то ограничить доступ к тому, что мы делаем, а наоборот, максимальная открытость и максимальное взаимодействие с публичным полем, чтобы тебя слышали, чтобы ты мог на эту тему ещё что-то сказать. И в последнее время частые случаи, когда за счёт этой публичности удаётся и деньги выбить из клиента, который снимает ролики по твоим раскадровкам, а тебе говорит… Да, выбить, потому что про тебя, условно, прочитали 100 тысяч человек где-нибудь на ВИС, на составе, перепостили, и в результате клиент чувствует, что в следующий раз к нему на тендер никто не пойдёт. Я думаю, что в случае с блогерством то же самое. Это слишком открытое поле, где имена имеют значение, поэтому авторитет, вот что должен накапливать каждый автор, с моей точки зрения. И этот авторитет, вот его-то как раз никуда не перепостишь, не скопируешь. И если он будет формироваться в должной мере у каждого, то это будет среда авторитетов, где начнётся немножко другая история с законодательной базой. Потому что сейчас я вот слушал коллегу из юридической среды, вы уж простите, но я вспомнил историю, когда мы для одного дезодоранта, его ещё не было на рынке, это было в нулевых, и мы придумали такого секретного покупателя. То есть мы запускали в супермаркеты людей, которые специально много ходили к кассиршам и говорили, а у вас это есть, администраторам зала, а у вас это есть, и в какой-то момент они понимали, что надо заказать. То есть такое ощущение, что сейчас мы говорили, как бы так найти, куда бы вписаться с юридическими вопросами, чтобы поскорее туда вписаться. Но мне кажется, что это не совсем верный путь, учитывая слово new media. Если new media, то, наверное, new различные approaches, а не давайте мы старое попробуем запрячь в это новое, или наоборот. Ну, в общем, вы поняли. Поэтому в этой связи, на мой взгляд, то, что мы сейчас обсуждаем, это в очередной раз контекст. Мы находимся в определённом контексте, и слава богу, что мы разговариваем. Надеюсь, эти разговоры просто будут почаще, потому что контекст меняется быстрее, чем мы его обсуждаем. И то, что я вижу, это движение как раз эволюционное. И мне оно нравится. Мне нравится, что становятся звёздами люди, которые мне просто вообще никак, не близки, непонятны. Но это не мой выбор, это выбор какого-то другого человека, который молчал, пока этого человека не существовало в публичном поле. И это здорово, потому что вот это те самые авторитеты, за которые я лично ратую. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, да, там, конечно, может быть, с моей точки зрения, законодательная база и много чего ещё. Но она совершенно точно будет не такая, какой мы сегодня её обсуждали. И действительно такая игра. New Media значит и новые правила. И это действительно та история, в частности, и видеоконтент, и не только видеоконтент. Это история, где зритель решает, правду или нет. И если ты где-то у кого-то что-то украл, вот по-настоящему прям украл, это очень быстро всплывает. Это прям в минуты всплывает иногда на Ютьюбе. И не только на Ютьюбе. И ты потерпишь очень серьёзные имиджевые потери. Но при этом есть и обратная история, что и есть в российском сегменте интернета такие истории, когда взяли, скопировали полностью западную историю, изменив те самые 30%. И люди приходят, пользователи говорят, спасибо вам большое, потому что вот там нам с субтитрами читать неудобно, и люди нам не близкие. А вот тут у вас появилось… И на самом деле вы переработали очень интересненько. Не купили по лицензии формат и по Библии его штампуйте, а переработали под ментальность, под конкретный сегмент рынка. То есть совершенно другое прочтение. И да, новые правила в Ньюмиде. Сейчас небольшой сделаю отступ. Когда вы говорили о репутации, о качестве контента, вас не смущает то, что очень часто профили копируются? Могу и ответить. Не смущает, потому что какой дальше путь развития этого профиля. Опять же, еще раз, если кого-то копируют, то значит есть за что. А если есть за что, значит этим можно воспользоваться. Буквально до этой сессии был разговор про архитектуру и как там нужно работать. И мой коллега Дима Карпов очень классно сказал, заставь их заплатить по-любому. И мне нравится эта фраза. Говори обо мне, говори обо мне. Говори, да. И я буду активно еще это продвигать. Но на самом деле история с авторскими правами в данной среде, она немножко начинает в противоречии идти с таким словом, как хайп. Потому что хайп, в общем-то, это паразитирование. Это активное расширение спектра разных интерпретаций того, что стало популярным вследствие чего-то. И вот дальше вопрос, что мы будем делать с хайпом со всем этим, с пародиями, с переделками. А что делать ТикТоку тогда вообще? Закрыться? Я хочу сейчас Мартину передать слово, для того, чтобы он оценил как раз историю личных брендов в социальных сетях и вообще в диджитал пространстве. И таким образом немножко подвел итог нашей дискуссии. Что мы будем делать? Это, конечно, большой вопрос. Но хотелось бы верить, что мы все начнем ценить то, что мы делаем и понимать, что любой наш творческий продукт, он вообще может иметь право на дальнейшую и популяризацию, и монетизацию. Потому что из интернета он может уйти в книги, как мы это поняли. А еще мы с коллегами обсуждали, что удачно сделанная фотография заката может оказаться на обложке какого-нибудь альбома где-нибудь в Латвии, и человек об этом никогда не узнает, а он мог на этом заработать. А мы просто об этом не задумываемся временами. И все же. Но при этом мы также обсуждали, что это может быть спекуляция. Я могу запатентовать слово, неологизм, запопуляризировать его самостоятельно. И как только вы начнете его употреблять, я могу абсолютно вас всех к риску отправить. Это уже спекуляция. Тут важно золотую середину держать. Есть что ответить юридическому сообществу? Вот так вот. Мартин. Спасибо, но мне кажется, что мы уже перебрали свое время. Я получила огромное удовольствие от дискуссий. Я понял, что очень много происходит в среде видеоблога в России. Итак, несколько перспектив. Первое. Постарайтесь понять, что это дискуссии о рынке. То есть вы должны сначала оценить, что такое рынок, и понять, что такое рынок, как он работает, какие игроки на рынке существуют. То есть подумайте, каким образом регулировать рынок. И вот примером такого регулированного рынка является Голливуд. Очень-очень хорошо отрегулированный рынок, и вы понимаете все, как там регулируется. То есть одно вы... Силиконовая долина. Еще один пример очень хорошо отрегулированного рынка. Третий рынок. Это Корея. Я очень много работал. Вы слышали о Хали Ю? Это корейская музыка, корейская косметика, корейский кинематограф. Это все основывается на корейской культуре. Все актеры и актрисы, все музыкальные группы, бой-бэндсы, все на них тратят около полмиллиона долларов на популяризацию контента. Это министерство тратит такие деньги на популяризацию контента. Как вы думаете, потому что они хотят дать им ту основу, с которой они должны начать? Нет. Потому что они хотят просто экспортировать свою культуру. Это рынок, это то, что можно сделать и в России тоже. То есть это именно выход на глобальный рынок. Итак, вы должны думать о том, каким образом регулируется рынок. Вы должны подумать, зачем его регулировать. Не для того, чтобы выносить наказание, не для того, чтобы наказывать кого-то, а только для того, чтобы рынок становился богаче, чтобы он приносил богатство вам. Второй момент. Как вы думаете, готовы ли люди платить за интернет? Нет, никто не платит ни за что. Но это как бы первая фаза. Следующая фаза заключается в том, что, мне кажется, гораздо больше мы будем платить в интернете. Где вы сейчас, откуда вы получаете новости? Вы, если вы заходите на сайт, например, New York Times, ой, извините, сейчас вы не сможете зайти на сайт New York Times. Вы смогли зайти на сайт New York Times три года назад. А сейчас вы должны платить за это. И неужели люди платят? Да, люди платят, потому что они хотят получить новости. Они хотят получить новости от New York Times. Они, например, не BBC, они не российское новостное агентство. Они те, кто уже имеет свой собственный бренд, и люди готовы платить за новости, полученные от них. И вот это то, что нас ждёт тоже. А третье – это защита. Это блокчейн. Например, какова простейшая форма блокчейна? Это хэндшейк, это хэштег, это самая простая форма защиты. И это, в общем, достаточно просто, что можно быть применено к защите ваших авторских прав. И если люди готовы платить, и, может быть, блокчейн и любая технология по защите авторских прав, любое, во что разовьётся блокчейн потом, может стать именно той платформой, которая защитит наши мысли, наш товар, то, что мы производим. Итак, регулирование не всегда плохо. То есть, если люди готовы платить, то пусть они платят за новости, за развлечения, за всё, что будет существовать в интернете. Они не платили пять лет тому назад, но они готовы платить сейчас. И дальше блокчейн, который позволит вам защитить ваш продукт. Спасибо. Огромное спасибо Мартину за такое завершение сессии. Хорошего вам вечера. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok